Всем привет из Франции, с вами Александра. Сегодня мы посетим очень интересное место, которое находится в городе Лансе. Место по добыче угля. С 1986 года уголь здесь уже не добывается, но остались замечательные терриконы. Для экологии, конечно, это не очень хорошо, но на них посмотреть очень интересно. Такие терриконы есть по всему миру. И один из примеров этих терриконов я вам хочу показать. Бывает на ровной поверхности вы видите очень много холмов. Существует такое мнение, что это терриконы, которые остались из прошлого. Но многие думают, что это простые холмы. Терриконы, которые мы сегодня посетим, они не очень еще поросшие, но рядом находится террикон, достаточно старый, который был до этого. Он очень-очень порос лесом. И я вам хочу их показать. Терриконы это искусственный насыпь из пустых пород, которые были извлечены при подземной разработке месторождения угля. Отвалы содержат некоторое количество угля и другие горючие породы. Известны случаи взрывов терриконов в результате накопления паров и газов. И здесь это не исключение. Обычно в процессе рекультивации земель терриконы являются объектами озеленения и облесения. Сейчас мы поднимемся вскоре на терриконы, вы все сами увидите. Стоит еще отметить, что терриконы это не бесполезные отвалы. Там находятся главные глиноземы, а именно это окись алюминия, которая используется для производства соответствующего металла. А также самое главное, что там содержатся редкие металлы, такие как Германия, Сканди, Гали и Итри. Причем в большом количестве. Выяснилось также, что можно сделать сплав алюминия с кремнием, и продукт тогда не ржавеет и не полируется. И получается металл силумин. Конечно, в идеале на базе закрывающихся шахт необходимо создавать предприятие для разработки терриконов, потому что разборка терриконов – это освобождение земель и добыча других металлов полезных, которые остались в отвалах. Один из металлов Германии с очень высоким электрическим сопротивлением. Он в 57 раз больше, чем, например, у меди. В терриконах можно также добывать еще и цирконий. Он используется в атомной энергетике и для изготовления ядерных реакторов. Поэтому эти отвалы – это на самом деле кладезь также полезных ископаемых. Вот так выглядят терриконы. И мы сейчас погуляем в парке, который находится возле этих терриконов. И посмотрим на вот эту интересно, замечательную башню, которая сделана из металла. Мы подошли вплотную к террикону. И хочу вам показать его поближе. Здесь идет ограждение забор. Посмотрите, как это все выглядит. Черная такая вот отработка от угля. Но, тем не менее, здесь уже имеется растительность. Посмотрите. Этот террикон достаточно лысый. А есть еще террикон, который я вам позже покажу. Он порос уже хорошо лесом. И многие холмы, которые мы имеем на нашей территории, я имею в виду по всему миру, Скорее всего, в прошлом это также были терриконы. Просто уже пошло время. И там образовалась буйная растительность. Как вы знаете, наша планета очень сильно изрыта. Много следов от роторного экскаватора. Выгрязаны целые огромные области берегов. И очень много терриконов. Сейчас мы начинаем подниматься на террикон. Посмотрите, тут асфальт. Я думаю, вам понравится прогулка небольшая. Терриконы эти используются как горнолыжные станции зимой. Французы быстро нашли им предназначение и используют их по назначению. Представляете, на ровной абсолютно равнине, на поверхности горы, которые создают впечатление гористой местности. Но на самом деле это искусственная отработанная порода. Как выглядит эта вся отработка. Вашему вниманию предстает железная дорога, которая ведет на вершину террикона. Посмотрите, тут рельсы. Ширина примерно 2-2,30 может быть между рельсами. Два пути, которые ведут прямо наверх. И посмотрите, какая земля у террикона черная. Из чего состоит этот террикон? Отработанная порода. Написано, что это не лестница. Опасно и не подниматься. Потом отправимся посмотреть вон ту башню. Представляет, на мой взгляд, большой интерес. И на склонных терриконов они пытаются высадить растительность. Небольшие кустарники, видите, в синей сетке. Для того, чтобы их не сгрызли, может быть, возможно, высадили на склоне. А в этом месте, посмотрите, техника дала сбой. Телефон, либо это микрофон. Абсолютно ничего не записалось. Микрофон абсолютно не записывал звук. И постоянно выключался телефон. Хотя у меня телефон достаточно новый. И никогда сбоя, в принципе, не было. Единственный раз был сбой тогда, когда я посещала крепость-звезду в городе Антип. Которая называется Форт Каре. У меня есть также ролик на это. Вот ссылочка. И вот здесь, на этом терриконе, на поднятии также у меня был сбой в технике. Хочу заметить, что шиповник в этой отработанной породе чувствует себя более-менее нормально. Вот это все кусты, это все шиповник растет. Посмотрите. Его искусственно сюда высадили. Для того, чтобы зародилась растительность на этом терриконе. Приглядитесь. Классический вариант расположения замка на вершине холма. Террикон. Вокруг него ров. Пониженная такая местность, где может быть вода. Очень много замков стоит на такой вершине холмов. Когда достаточно вокруг плоская местность. И вот здесь, возле замка, вода. Либо река протекает. В этом месте на терриконе они расположили березняк. Посадили, скорее всего, сами. И вот тут тоже растут березки. И шиповник. Пытаются потихонечку озеленить это место. Прямо смотровая площадка. Сейчас мы подойдем поближе. Я вам покажу пейзаж, который открывается. Цовит на окрестности. Также на другой террикон, который находится прямо. Он более старый. Порос уже лесом. И имеет плоскую вершину. Вот такой резкий спуск здесь. Смотрите. Кто-то насобирал грибы. Обозначено, какую тут проводят деятельность. Это и езда на мотоцикле по горам, и полеты с дельтапланом, и бег. И даже управляемые полеты с парашютом. Жалко, что здесь нельзя рвать грибы. Тут их очень и очень много. Посмотрите. И там, и там. Смотрите. Красота. Тут очень и очень много разных грибов растет. Но сейчас мы с вами посетим эту башню, и рядом завод. По моему мнению, он древний. Мы пришли на территорию завода, который уже не действует, я так думаю. Может быть, здесь что-то другое располагается. И очень интересно посмотреть на вот эту металлическую башню 19 века. Может быть, она и старше, но добыча угля, официальная история говорит о том, что добыча угля началась в 19 веке. Посмотрите, какие тут интересные ступенями. И вот здесь вот эти вот иконы, которые мы сейчас с вами посещали. И давайте пройдем к зданию. Здание – это древняя, думаю, завода. И вот это интересное из металла того времени, рецепт металла того времени, который не ржавеет. Мы посмотрим с вами вот эту башню. Здание завода. Судя по всему, завод допотопный. Обратите внимание, он сделан из камня сложен, а сверху уже надстройка кирпичная, более современная. Видите? Закопано здание, по-моему, на мой взгляд. И вот это наша башня. Очень высокий забор. Трехметровый, может быть, даже и больше он. Близко не подойдем к ней, потому что она огорожена высоким забором. Ну, хотя бы так вы посмотрите. Видите, заклепки у нее соединения, она вся в заклепках. Башня покрашена. Термидальное основание. Там, где стойка башни, вы видите, наверное, вам видно это. Ну, вот они ее взяли, покрасили почему-то. Пишите ваше мнение, как вы думаете, когда была изготовлена на самом деле эта башня. Или на самом деле это новое строение. Мы отойдем еще подальше. Посмотрим на нее с другого ракурса. И хочется, чтобы вы увидели, что находится на самой вершине башни. Хочу вам показать кирпич. Камень, который здесь. Оно, конечно, реставрировано очень хорошо. Вот эти клумбы, судя по всему, сохранились еще с того времени. Такая интересная клумба, да? Металл разрушен. Не видно, что написано. В этом месте сохранилась брусчатка. Вокруг здания этого завода. И вот такая башня, смотрите. Не напоминает вам, ребята, ничего? Мне она напомнила эту башню. Башню Теслы. Как вы думаете, похоже, нет? Пишите ваши комментарии под видео. Ваше мнение. Что вы думаете? Была ли это башня, которая также вырабатывала, возможно, электричество, либо являлась чем-то другим? Или это простой вход в шахту? Изготовлена она из камня сложена. Сейчас она, конечно, покрашена. Но видно, что камень очень хорошо сложен. И античная кладка просвечивается через краску. Я думаю, что она, эта башня, античная. Это вход в шахту. Ее, возможно, сверху перестроили. Верхушка, наверное, там была совсем другая ранее. Глядя на эту башню, у меня возникают мысли, что она имела совсем другое предназначение. И это не просто вход в шахту. Как здесь видно, что здание надстроено. Посмотрите, в этом месте кирпич, а внизу идет камень. Видно очень хорошо, что здание перестроено. Что и брусчатка, окошки закопаны. Но они его подшаманили, да? И вот получился такой вид. Провели реконструкцию. Это старый завод на самом деле. Ну что, поговорим об этой башне. Я вижу антенну с шариком в конце. Явная антенна, колесо. И я думаю, что вся эта конструкция работала на атмосферном электричестве, ребята. Не думала, что здесь я увижу старинный завод. Прямо там, видите, виднеется это рекон, который мы с вами посещали. И вот здания, которые остались от этого старинного завода. французы до сих пор хранят память о нем и вот сохраняют вот эти вот вещи все. С этого ракурса очень хорошо видно, что на вершине этой пики шар, потом небольшой такой вот похоже на орла чем-то. Я думаю, что это антенна. И вот вся конструкция вот этой башни. Я думаю, что она сделана из металла того времени, рецепт, который очень хорош и этот металл не ржавеет. Но они взяли почему-то покрасили краской. Этот старинный завод по добыче угля, а возможно ранее было не по добыче угля, называется база 1119. Южный вход. Вот это городок, план города, который ранее был здесь. Крупная церковь присутствовала. Также смотрите здесь на плане как все симметрично соблюдена сакральная геометрия. То есть не просто так кто-то строил, очень все было продумано. Ну и вот этот вот завод это современный план. Было ли так на самом деле неизвестно. Посмотрите напротив башни и завода здесь находится вот такая местность, за которой ухаживают. Видно, что посмотришь газон. Ступенчатая местность. Возможно, может быть, они хотят сделать какое-то зеленение, потом. Ну, очень интересное место, не правда ли? На этой территории настолько соблюдена геометрия, что такое ощущение, что под землей находится какое-то сооружение ступенчатое. Итак, мои дорогие, надеюсь, вам понравилось видео про Тариконы. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Делитесь моими видео с вашими друзьями, а также в социальных сетях для того, чтобы увеличить нашу аудиторию. Пишите ваше мнение в комментариях под видео и я передаю большой привет подписчикам. Ставьте пальчики. Всем желаю хорошего настроения и хорошего дня. Пока-пока!